Всем привет! Меня зовут Юрий Кендыш и теперь я игрок с Ольгорского шахтера. Три дня назад прилетели в 11 утра, то домой только приехали, не заезжали домой и по городу, по делам, посмотреть как ремонт идет, как к родителям. Мы только в 11 часов был дома. Все так как-то было слажено, не слажено, а не спонтанно, наверное, заключительная игра еще не объявлялось, что я ухожу. Я думал, что как-то будет более, наверное, организовано, что я там хотя бы поблагодарю болельщиков, руководство, но так получилось, что после игры у нас были отдыхи. С руководством мы попрощались, поблагодарили друг друга за сотрудничество, может оно было продуктивное или нет, это уже решатель. Но с болельщиками только через интервью удалось, через старше клуба подпрощаться. Официанты плакали, когда мы уезжали с терраспода, где мы обычно кушали, да, плакали девчонки. Ну, там почему-то так трогательно было. Ну, это было неожиданно, одна из причин. Вернуться домой, команда играет в Еврокубках и большие задачи на следующий сезон. То есть это подкупает, когда есть конкретные задачи и делаются правильные шаги, чтобы этой задачи как бы достигнуть. Мы пересекались с Чесновским, Саней Цачивко, Бурко, Хвощинским сборной пересекались. То есть, в принципе, наверное, со всеми я пересекался на футбольном поле, поэтому с кем-то чуть больше, с кем-то чуть меньше контактировал. С Антезерри Поп проиграли, по-моему, три, четыре, либо пять пропустили. Комаровский тогда феерил нападение. Волнительное было наше возвращение. Не, 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 точнее, мы тогда боролись еще, чтобы остаться в высшей лиге партизан. Ну, Антезерри Поп партизан. И когда приехали, разгрузили нам мешочек и мы поехали обратно. Самое яркое, самое такое неожиданное, желанное, ожидаемое было это Жальгерис. Первое чемпионство, забываемые эмоции, хорошее отношение руководства, хороший коллектив. В принципе, в Еврокубке хотя бы и сыграли там две игры, но сыграли очень достойно. С тем бюджетом, что Жальгерис имел, то есть мы выглядели достойно против Мальмы. Потом, конечно же, возвращение в Беларусь. Работа с Анатолием Анатольевичем, с Александром Владимировичем Ермаковичем. То есть это тоже было как бы... Все в Беларуси привыкли на то, что БТ, ну как бы, чемпион, чемпион, чемпион. Но все равно это было так волнительно, что на тебя была тоже нагрузка, что оно должно быть, это чемпионство, то есть безоговорочно. Вот это было в Беларуси. А когда поехал в Шериф, то есть, ну, скажем так, что Шериф это как БТ в Беларуси, только, наверное, конкурентов не столько много, как у БТ в Беларуси. Поэтому там, ну, просто мне показалось, что Шериф у чемпионства так как приелось, да, и они даже, ну, по сути, не праздновали ни командой, чтобы... Это вот было удивительно, что мы выиграли чемпионство, и мы уже после игры я женой и капитан, я женой, все, было все празднование по сути чемпион. Был вратарем, начинал, наверное, да, потом чуть там в центре поля, потом в защите, как бы, где тренер видел, там участвовал, но нападение никогда не делал. Тренер просто поверил, наверное, поставил выше. Я меньше работал в обороне, больше был нацелен на атаку. Он мне подсказал, наверное, куда правильно и что мне нужно врываться, больше бить. В принципе, у меня в каждой игре был момент, ну, так, в стечении обстоятельств, что, ну, залетало все. Я не сделал ничего там сверхъестественного, просто, ну, бил по воротам, ну, залетало вот и все. Игра в другой, да, стиль, то есть, вот тогда был итальянец Роберто Бордин, и от меня, как бы, исходил другие задачи, что я больше, как первая линия прессинга была, и я в меньшей степени, тогда тоже забил два, по-моему, но, когда вот, на три места в аренду пошел. Но не было задачи врываться там, как, помогать нападающему, да, больше я действовал на оборону. Второй сезон был, так, соу-соу уже чуть-чуть больше на атаку, чуть меньше на оборону, и третий сезон уже был такой, что, как бы, начал, опять же, чистого опорного, но потом поменялся тренер, и вот, ну, как-то так вот пошло, и он говорит тебе, нужно выдвинуться вперед. Ну, выдвинуться. Начинал играть по двадцать седьмым, то есть было, из самого детства было семерка, а потом, когда только перешел в Антезарепо, там, как бы, я очень молодой, все старики, там номер ты не выбираешь, какой дадут, такой дадут. И так попало, чтобы было двадцать семь, но все равно семерка осталась. И потом, как бы, старался в какую-либо команду не переходил, чтобы было семерка номер, либо, ну, семь. И вот, когда был переход в Жальгирис, то семерки, готовили семерку, но она была занята, я говорю, давать семь седьмой, как бы, вторка, и, в принципе, меня он полностью устраивает. Ну, и вот с тех времен, как бы, семерка, семь седьмой остался, и, в принципе, меня он устраивает. Моя личная задача, в первую очередь, это то, чтобы нет приоритета в моих личных задачах, то есть, как вот в этом году, ну, получилось, что я забил 13, да. Ну, главное, что команда стала чемпионом. Здесь есть командные цели, и я провожу все усилия, чтобы их достичь. Будет это голами – отлично, будет это передачами – супер, будет это отборами, либо перехватами – великолепно. То есть, только на первом плане всегда командный интерес. Субтитры сделал DimaTorzok